так ребята сегодня у меня будет неординарное видео одна зрительница канала попросила только ребят не смейтесь и не пишите мне что мне снимать нечего попросила меня снять обзор на мою комнатную дверь как-то во влоге у тети люба они выбирали двери я написал что мне есть похожая дверь сказал какую ручку не нужно покупать и прочее меня попросили вот снять обзор на эту дверь значит смотрите вот так выглядит эта дверь я не помню в каком году я ее покупал честно это был наверное 2016 или 2017 год покупал я ее в леруа мерлен по скидке стоила она где-то семь с чем-то тысяч по моему 7 300 и 7 400 где-то вот так вот а вместе со всем оборудованием там 7600 где-то у нас это вот с ручкой там ну где-то вот примерно вот так и в общем не было 50 процентной скидкой медведь дверь обошлась в 4000 значит смотрите ну ей уже четыре года где-то примерно да вот так вот и смотрите значит ну состояние у него практически не изменилось за исключением того что в этих местах такие пятна потому что ну вот хватается грязными руками когда там не идите тут бегают и все поэтому значит сразу ручка вот эту ручку лучше не ставить потому что не дай бог мимо проходишь нечаянно рукой задеваешь вот об этот угол очень больно а значит что еще а первое когда вы будете ставить двери если вы не умеете ставить двери попросите лучше еще лишних заплатите там полторы-две тысячи рублей чтобы вам эту дверь установили сами плотники мы эту дверь ставили сами я предлагал я хотел нанять человека который придет не поставит но папа мой с моим братом решили что они эту дверь поставить сами а поскольку у нас стенки плохие кривые и прочее в общем произошел косяк я уже переделать конечно ничего не стал но дверь открывается не очень хорошо смотрите но она закрывается как но вот с таким вот смотрите вот с натяжкой вот с натяжкой вот так то есть по сути получается что дверь немножечко вот если видите сверху вниз не ровно но это из-за того что у нас вот вот с этой стороны стены ничего не было в общем устанавливали и получилось что стенка начала крошиться и в общем вот так вот поставили ну ладно уж как поставили так и поставили потом пришел мой брат сказал я сейчас доделаю доделал что дверь вообще перестала открываться в общем я сказал ребята вы мне испортив но даже можно видеть сверху видите какой тут узенько да пошло и потом пошло шире то есть надо конечно бы все переделывать но я не стал решил так закрывается и слава богу значит я выбирал себе окно вот с таким вот стеклом она матовая вот такое вот через него ничего не видно но после того как мы в прихожей поставили натяжной потолок теперь когда в комнате темно этот потолок натяжной светит мне прямо в кровать и мне в лицо это не очень удобно поэтому я не знаю что делать дверь конечно менять я не хочу придется наверное покупать какую-то тонировочную пленку и вот это все заклеивать чтобы свет в комнату не попадал потому что вот ночью особенно или там вот вечером когда ты сидишь комнате или лежишь то свет прямо тебе в глаза это некрасиво и неэстетично мне не нравится значит вот так она выглядит вот здесь но за исключением вот видите вот эти штучки у меня вот такие вот вот сверху внизу это потому что дверь закрывается очень плотно то все надо с усилием если у вас дверь будет закрываться хорошо как положено вот этого у вас ребята не будет но я думаю что за 4000 рублей вполне себе приличная добротная дверь так вот здесь у меня что здесь мне ничего нету здесь все нормально вот единственно что я не знаю рекомендовал бы я такие двери ставить в ванную комнату так как в ванной комнате постоянно сыра может быть она там отсыреет я не знаю но у меня вот так вот значит коробка это у меня вот здесь болты я их вот такими вот с алиэкспресс купил рожицы смайлики не за как они называются и вот их заклеил вот видите чтобы тут было видно так что короче говоря ребята вот так давайте еще посмотрим с этой стороны часы закрываем темно не видно будет ну да темно не буду ладно сейчас давайте я включу свет в прихожей покажу как с этой стороны она выглядит так вот так вот она выглядит можно увидеть да вот здесь мы еще не делали ремонт здесь видите как стена всю сверху отваливается поэтому получилось она вот так конечно немножечко неровно но с другой стороны в принципе у меня устраивает большего мне не надо пусть как есть а значит по поводу ванной комнаты ванну туалет можно конечно такую дверь поставить меня бы не рекомендовал мы купили для ванной туалета еще по моему даже до этой двери или после я уже не помню купили дверные полотна без коробок без ничего стоили они на акции что-то по 800 или по 900 рублей но специально для ванной туалет чтобы не жалко было там пять лет отслужили выбросил купил новые но пока и так и не поставили потому что до ремонта у нас руки ребят не доходит поэтому не знаю обращайте внимание на цену если вы видите дешевую цену это не означает что сама дверь такая это значит получается может быть так что только например там 3000 стоит только дверное полотно а еще коробка полторы ручки и прочее ручку можно поменять ручку можно поставить любую я захотел вот такую но я пожалел сейчас уже конечно нет ничего не буду вот ну сколько дверь послужит столько и прослужит когда уже придет в негодность меняю практически только на ночь закрываясь и придет в негодность значит я ее потом просто заменю но уже поставлю без стекла так что ребята вот кто просил пожалуйста вот так вот такая вот моя дверь вот так вот и вот так вот и вот и вот и Субтитры подогнал «Симон»